Красный болгарский перец, огурец и зеленая гречка. Ирина Ежова готовит роллы по необычному рецепту. В них, как и во всем, что ест женщина, нет термически обработанных продуктов. Сыроедение чем примечательно, что готовить практически не надо. Это могут быть и котлетки из нута, из бобовых, и зеленой гречки. Из зеленой гречки вообще много всего можно приготовить. И творожки, и кашки, и десерты. Роллы, салаты, соусы, всякие разные. К сыроедению Ирина пришла постепенно. Пять лет назад в качестве эксперимента отказалась от молочных продуктов на месяц. Затем исключила и остальную животную пищу. Женщина чувствует себя прекрасно и менять рацион не собирается. Появилась больше энергии, выносливости. Я по утрам стала просыпаться рано и начала бегать. Различают около десяти разных форм вегетарианства. Сыроедение, которое практикует Ирина, строжайшее из них. Сыроеды едят только термически необработанную, то есть сырую растительную пищу. Если мы, конечно, говорим о вегетарианстве нормальном, то есть когда включены яйца, когда включены молочные продукты, творог, ну что от какого-то животного белка, то тут медицина однозначно говорит, что окей, такое можно. Если при условии, что вы сбалансировали правильно свой рацион, то такое возможно. Если же мы говорим о строгом вегетарианстве, где абсолютно не разрешены никакие виды животного белка, то, конечно, тут медицина говорит, что это не полезно. Основа правильного или здорового питания – баланс белков, жиров и углеводов. Отказ от животной пищи влечет за собой дефицит белка и аминокислот, восполнить который не так просто. Организм берет белок из мышц, в том числе и из сердечной мышцы, что может привести к сердечному приступу. Часть аминокислот только в животной пище содержится. То есть мы никак их не можем восполнить. Плюс это дефицит В12, дефицит кальция, дефицит цинка, селена, В2 витамина. То есть достаточно большой ряд, которые мы никак тоже не можем восполнить. Теоретически мы можем пить какие-то биологически активные добавки в виде витамин. Но они тоже, опять же, очень плохо усваиваются. И это, конечно, лучше получать из пищи. Вегетарианство может быть полезно для одних и смертельно опасно для других. Их подобные эксперименты с питанием запрещены при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, а также сердечно-сосудистой системы. Если вы все-таки решили изменить свой рацион, обратитесь за консультацией к специалисту. Анна Пилипец, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Служба новостей, Артемий Глазков, Сергей Рябов.